В суетной славе мира известная актриса Ольга Гобзева предпочла монастырское уединение. Решили, ну вот Ольга на себя новую роль надела, теперь она у нас Иннокене. Крупный советский ученый Варвара Черная прислуживала в храме, продавая свечи. Ну, конечно, это был в какой-то степени шок, профессор стоит, продавит свечи. С 13 лет послушница Дарья живет в монастыре, мечтая стать монахиней. Как в миру невеста желает выйти замуж, так я здесь желаю постригам. В Свято-Серафима-Саровском мужском монастыре в Воронежской области идет подготовка к монашескому пострижению. Это самое интимное событие во внутренней жизни церкви. Чтобы присутствовать на этом таинстве, мы получили не только специальное разрешение, но и благословение Святейшего Патриарха. Сейчас вы сможете увидеть окончательный уход человека от мирской жизни. Великий постриг во всех деталях. Монастыри России. Одни за этими стенами переживали второе рождение. Для других уход в монастырь был равносилен смерти. Что приводит людей к решению изменить свою жизнь и принять великий постриг? Сегодня наши герои расскажут свои невероятные истории. Одна из них началась в Великий пост 1993 года, когда из светского богемного мира навсегда исчезла известная актриса Ольга Гобзева. А в Ивановском Свято-Введенческом монастыре появилась новая инокиня Ольга. Стала известной артисткой. Не смейся, не смейся. Мне очень понравилось, как ты снимаешься в кино. А у меня ты работаешь средненько, очень средненько. И мне обидно. Некоторые предполагали, наверное, у Ольги несчастная любовь, разбитое сердце. И людям очень хочется вот такую мелодраму, такую сказку. И вот с разбитым сердцем артистка уходит в монастырь. И так получилось, что, в общем-то, вот эта вот такая вот легенда, которая осела в головах у людей, она мне очень помешала. Даже не то, что помешала. Но когда я получила постриг, очень мало кто поверил, что это искренне. Решение полностью изменить свою жизнь, отказаться от актерской славы, поклонников, светской суеты у Ольги Гобзевой возникло не случайно. Тридцать лет назад с ней произошел страшный случай. В тот день Ольга с трехлетним сыном Святославом приехала на дачу. Они вышли из электрички. Дальше надо было перейти в железнодорожное полотно. На глядя стала переходить, а там шел товарный поезд, который вот меня чиркнул по юбке. Я только увидела потом бледное лицо машиниста, совершенно белое, меня поразило. И открывающийся рот у него, так как рыба, которого выбросили на берег. Он был действительно на волосок от смерти, но Господь по какой-то причине, для меня неведомый, сохранил нам жизни, видимо, конечно, для покаяния, для того, чтобы жизнь совершалась более интенсивно внутри, чем снаружи. Тогда, когда Господь призывает, когда действительно промысел Божий, это может знать только один человек, с кем это произошло. Его вот очень трудно описать, потому что, ну, расскажешь какому-то человеку, вот прошел поезд, и думаю, что, ну, и я, у меня бывало, со мной же ничего не произошло. Понимаете, поэтому этот опыт очень трудно передать. Путь к Богу, поиск истины – одна из главных тем русской классической литературы. По-разному к осознанию веры приходят ее герои. Отец Сергий, Льва Толстого, через гордыню. Ты ушел в монахи, чтобы стать на новую такую высоту, с которой ты мог бы сверху вниз смотреть на тех людей, которым ты прежде завидовал. Алеша Карамазов Достоевского, через сомнение. Где же справедливость небес твоих? Где провидение твое и перст твой, карающий зло? Где? Иван Флягин, герой повести Лескова «Очарованный странник», пришел к Богу через опасные ситуации на грани жизни и смерти. Восемь раз он погибал и не мог погибнуть. Путем испытаний вел господь Ивана Флягина к главному делу его жизни – монашеству. Когда меня спрашивают, какой ваш любимый фильм, я сразу без запинки, без пауз говорю, «Очарованный странник». Это мой любимый фильм, где судьба русского человека, прошедшего через вот эти вот все противоречия, через горнила, через воды и медные трубы и прочее, прочее, прочее. Искушения огромные. И он приходит к осознанию. Какому осознанию? Господа. Простите, что не так наговорил. Актер Александр Михайлов уже давно пришел к Богу и в свое время даже думал о монашестве. Но ответственность за своих детей не позволила ему уйти в монастырь. Ольга Гобзева, увлеченная духовным самосовершенствованием, принимая монашество, не подумала, как будет жить без нее ее собственный сын. Может быть, благодаря тому, что я получил полную свободу, я не кинулся никуда, ни в какие тяжкие. Вот. Пытался разобраться в собственной голове со своими собственными проблемами, без наркотиков и всего остального. Я очень сильно своему сыну повредила. Нельзя уходить в монастырь, когда у тебя еще маленькие дети. 17 лет – это уже, может быть, и возраст, и не маленький, но все-таки еще очень не устоявшись. Я, конечно, в этом смысле перед сыном виновата. Сын Святослав не считает мать виноватой. Сегодня в любой момент он может прийти к ней в гости. Свое монашеское призвание Иннокене Ольга исполняет в миру. Она радиоведущая на православной радиостанции. Добрый день, дорогие друзья. Тема сегодняшней нашей передачи – «Школа сопереживания». Линия жизни Ольги Гобзевой изменил страшный случай с поездом. Бывает, что желание посвятить свою жизнь Богу приходит во сне. Эта история произошла более 600 лет назад, и сегодня она больше напоминает легенду. Видный политик XIV века, митрополит Алексей Московский, в детстве часами просиживал за городом, наблюдая за птицами. Ловил их, разглядывал, а потом отпускал на волю. И вот однажды, расставив сети, отрок задремал в жаркий полдень. И во сне услышал голос. «Алексей, напрасно ты трудишься, ловя птиц, оставь это. Ловцом людей тебе предстоит быть». Мальчик не сразу понял, к кому обращается голос, ведь имя его было Елипферий, а рядом в лесу никого не было. Этим сном определилась его судьба. В 20 лет Елипферий принял постриг с именем Алексей. Сегодня его мощи покоятся в Елохо в Санкт-Петербурге.